Всем доброе утро! Сегодня у нас второй день карантина полного и работы из дома. Мы уже позавтракали, Женя поехал в офис, он пока работает в офисе. Я вот тут уже начала работать. Богдан утром учил месяцы и времена года, потому что он их постоянно путает. Сейчас уже закончил их повторять и смотрит телевизор. А я сейчас вам покажу свои уходовые средства на утро. Купила для утреннего умывания вот такую вот пенку от доктор Санте. Орган ойл с маслом марокканской органы. Для утреннего умывания я предпочитаю что-то такое легкое, чтобы не сушило кожу. Бессульфатный мусс или пенка для умывания. Очень мне нравится эта пенка. Недорого стоит, это украинская отечественная косметика. Она такая нежная, мягкая, приятная, не сушит кожу, не раздражает ее. Для утреннего умывания я считаю такие средства как раз оптимальны. Далее тоник, который я показывала от эконом линейки Avon Care. Очищение лепестки розы, который я получила в подарок от компании Avon. Ну это конечно недорогой тоник, но в принципе я пользуюсь. Вполне устраивает. Вот половину уже использовала. Хотя бутылочка очень невелика, всего лишь 100 миллилитров. Далее мой любимый сейчас крем для кожи вокруг глаз. Корейской косметики. Покупала в Ацинсе с коллагеном. Очень мне нравится, очень приятно пользоваться, очень приятная текстура. И крем дневной. Это Belita Vitex Royal Care. Недорогой. Покупала в эпицентре. Но в качестве дневного крема меня вполне устраивает. Богдан с няней ушли гулять. И я сказала, что кататься во дворе можно, если дети не будут подходить близко и стремиться контактировать. А если будет такая ситуация, то уходить на пустынную дорогу, кататься на самокате. Они пошли с самокатом гулять. Но я смотрю, что здесь во дворе очень много детей. И Богдана с няней я тут не вижу. Скорее всего, они пошли кататься на пустынную дорогу. А, вон там, да, они... Вот там, где машина едет, там вот такой тротуарчик ровный, длинный. И я вон их вижу, вон он катается. Богдан прямо вот едет на самокате. А я сейчас буду подготавливать для Богдана еду на обед. Здесь вот сваренные макароны, бантики. И есть подливка. Грибной соус сливочный для макарон. Но я Богдану такое не даю. Грибы, считаю, еще рано давать. Поэтому я достала сосиски. Это, кстати, часть запасов, которые мы сделали. Сейчас уже полседьмого вечера. Я уже закончила работать. Сейчас буду заниматься домашними делами. Нужно развесить стирку. Загрузить посудомоечную машинку. И нужно сходить в магазин. Как раз пойду посмотрю, как там дела в магазине. И расскажу вам об этом. Богдан тут смотрит телевизор. В общем, все у нас так размеренно и спокойно. Нилька жует свой столбик. Вот так у нас выглядят полки с крупами. Ну, что-то есть, но как бы поменьше, чем обычно. Какие-то уже так остатки остались. Сахар и туалетная бумага, кстати, есть. Вернулась из магазина. Сейчас покажу вам, что купила. Кстати, в магазине есть продукты. То есть голодными не останешься. Единственное, что в отделе с крупами как-то поредели запасы, так скажем. Особенно вот таких не очень дорогих круп. Макарон и сахар есть. Все есть. А вот крупы поразгребали. Так, в принципе, все. И хлеб есть. Ну, в общем, все как обычно. Кроме вот круп и еще мыло. Но мыло все равно есть. Я даже вот купила упаковку, потому что у Богдана детская заканчивается. Богдан, кстати, ужинает сейчас сырники с вареньем и со сметаной. Я протерла все продукты с салфетками. Я не знаю даже, как поступать, насколько это критично, вытирать все или нет. Да и этот вирус, он же и дальше будет существовать в мире. Я не знаю, я же не буду. Мы же все не будем постоянно все вытирать. В общем, я как-то, честно говоря, в растерянности. Да и салфетки закончатся. Не знаю, как правильно себя вести. Богдан, у тебя падают сырники. Поэтому, в общем, честно говоря, настроение не очень. Слегка растеряно. Вот. И из-за работы, и из-за вообще всего. Ну ладно, давайте расскажу про продукты. Купила десяток яиц. Яйца есть в магазине. Потому что вот в метро, например, когда мы делали закупку, там все яйца разобрали. Молоко селянское ультрапастеризованное. Сок купила, садочек мыла. Купила детская вот крем-мыла, карапуза. Потому что закончилось у нас мыло. Торт вот такой вот вафельный с карамелью. Две половинки нарезанного батона. Купила капусточку вкусненькая. Капусточка кисленькая. Капусточка ням-ням. Сыра купила вот такой вот кусок. Голландия. Далее в аптеке Неских Тин. Купила три упаковки парацетамола по 10 таблеток. Уже Женя пришел с работы. Принес ноутбук. И завтра мы все вместе будем дома работать. Потому что в связи с обстоятельствами сократилось количество работы. Поэтому мы будем дома. Мы сейчас ужинаем. Я сделала себе салат. У меня тут еще запасы Маш-салата. Рапшонки. Рашпонка. Рапшонка. Рашпонка называется. Сделала салат себе из этих листьев. Моцарелла, помидоры, огурцы и маслины. Сейчас будем ужинать и отдыхать. Мне пришлось двери закрыть на замок. Но это на самом деле Женю обычно очень веселит, когда я сижу снимаю видео с очень умным видом. А сзади на заднем плане кривляется Богдан. И так как мы теперь все вместе будем тусоваться здесь, то он решил, что он тоже может так делать. Я уже буду заканчивать на этом сегодняшнее видео. Надо же в конце концов как-то себя развлекать. Потому что на самом деле настроение как-то, честно говоря, не особо хорошее было. Но я вечером открыла новости почитать. Кстати, я зареклась, чтобы избежать вот этого ушата ненужной информации. Решила не читать новости целый день. Решила их просматривать вечером. По крайней мере, новых случаев заражения у нас не выявили. Новых смертей тоже нет. Да и, честно говоря, я думаю, что ситуация будет такая, что так как у нас приняли меры раньше, чем в Италии, при такой ситуации, то мы все равно все будем болеть, только не настолько массово и не все вместе. Ну, так лучше, потому что тогда не будет ажиотажа в больницах. Мы же не будем стоять в очереди больные и ждать, пока там нам окажут какую-то помощь. Тем более люди, которым требуется вентиляция легких, тоже не будут стоять в очереди в реанимацию и ждать, пока они провентилируют легкие. Поэтому, я думаю, карантин нас не убережет от болезни, но он хотя бы растянет это во времени. Я считаю, что это будет лучше. Если мы все массово не начнем болеть, возможно, у нас будет время, пока медики разберутся в этой болезни, в способах борьбы с ней, борьбы со симптомами. Вот, и так нам будет надежнее, легче болеть. Ладно, прекращаю уже философствовать. Так что, всем до скорых встреч в новых видео.